Ибуну на акции протеста на проспекте Руставели в основном занимали студенты и представители молодежных и неправительственных организаций. Среди собравшихся нет единого мнения по поводу лидеров оппозиции. Некоторых из них вчера даже освистали. Это молодежная мирная акция. Все наши требования легитимны. У этого правительства нет завтрашнего дня. Уже существующим требованием отставки министра внутренних дел и назначением дни очередных парламентских выборов добавилось новое освобождение задержанных около 300 участников акции протеста. Демонстранты решили поменять тактику. Четыре дня акции протеста не дали желаемых результатов. Решено, что часть митингующих начнет голодовку, а другая часть устраивает живую цепь вокруг здания госканцелярии и офиса правящей партии. Во время акции протеста стало известно о заявлении директора телекомпании «Рустави-2» о том, что по имеющимся у него сведениям правительство собирается ворваться в здание оппозиционной телекомпании с целью прекращения ее вещания. Я не думаю, что это будет крайне неосознанным шагом со стороны правительства. Мы уже видели подобные штурмы телевидения во времена Саакашвили и знаем, что ни к чему хорошему это не привело. Самые радикально настроенные участниками митинга окружили здание театра «Руставели» и устроили акцию «Перформанс», приготовив русский борщ и котлеты для его худрука Роберта Стуруа. Режиссер, критикуя действия оппозиции, написал в соцсетях «Умерла Грузия, Грузии больше нет», что и вызвало раздражение сторонников оппозиции. Рецедактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова